Охренеть! Давай-давай, бросай! Почему ты остановился? Здесь вы вышли, хоть предупредили кого-то! Бросали с балкона прям вот этот хлам строительный, бетон прям. Бросали мешки с мусором с балкона, бросали вот здесь. А у нас там входная дверь, мы там ходим. Строительный мусор прямо с балкона над главным входом в общежитие. В коридорах слой строительной пыли. Один жилой этаж жителям удалось отстоять. На втором рядом с комнатами продолжаются работы. Комнаты на двух других, уже освобожденных от прежних жильцов, разобраны до основания. Кое-где осталась мебель, книги и личные вещи. Словно уезжали в спешке. У нас все хламят тут, крушат совершенно. Мы дышим пылью. Дети приходят, они чихают. Мы ходили в следственный комитет, мы ходили в прокуратуру, сдвигов ноль. Мы писали президенту, мы писали Собянину. Я не знаю, кому написать, Дед Морозу? В многодетной семье Евгении Алийниковой трое детей родились уже после переезда сюда, в общежитие. Раньше принадлежавшие компании Мостелефонстрой. Она самостоятельно возводила здание. Некоторые жильцы вселились сюда больше 25 лет назад, как сотрудники предприятия. В последнее время жильцы платили за собственнику за комнатой арендную плату. А в прошлом году департамент городского имущества Москвы обвинил Мостелефонстрой в незаконной приватизации. Помещение оформили как нежилое, прямо с людьми. Жильцы сами выступали в суде как свидетели и показывали регистрацию в паспорте. Мы радовались, что мы перейдем в город, в ДГИ. Значит, нам как-то так ДГИ поспособствует, там что-то не будет хотя бы нас трогать или соцнайм нас как-то определяет. Когда общежитие перешло к городу, с жителями по закону действительно должны были оформить договоры соцнайма, но не оформили. Затем перестали приходить платежки за коммунальные услуги. Жители обратились в службы ЖКХ. Оттуда пришел ответ, что лицевой счет открыть невозможно. У дома сменился кадастровый номер. Дом теперь нежилой и свободный от жильцов. Согласно данных ДГИ, Москвы площадь всего жилого дома считается свободной. В связи с чем финансовые лицевые счета в квартирном доме в настоящее время открыть не предоставляется возможным. В доме осталось всего 20 семей. Половина из них с постоянной пропиской здесь. Представители департамента городского имущества, рассказывают жители, настоятельно советовали им подыскивать новое жилье. Мол, в суде вы все равно проиграете. В префектуре западного округа жителей с их проблемой перенаправили в департамент городского имущества. Представительница ДГИ настаивала, что пока речи о выселении нет. Как минимум до решения суда. Сейчас жители пытаются оспорить отказ в тот с нами. Вы подали в суд. Правильно. По решению судебных органов будет принято решение судебными органами. Но вы сказали, вы находитесь в предупредительном. Готовьтесь к выселению. Это были ваши слова. На основании решения суда, если будет призываться... А почему вы подаете в суд в принципе? Зачем вы подаете в принципе в суд на выселение? Вы здесь не подаете. Люди живут в этом доме сколько лет? Мы, прожившие здесь, может быть, всю сознательную жизнь. И мы не люди здесь, да? Нас можно на улицу. Как можно так быть? Мы что, не имеем права на жилье? Мы должны где-то жить. Вот меня выселят, у меня другого нет жилья. Я ничего не приватизировала. Я жила вот в этом ведомственном, которое нельзя было приватизировать. И теперь меня на улицу. Капитальные строительные работы, рассказывают жильцы, периодически приостанавливаются. Как правило, после визита полиции или заявления в Следственный комитет. Впрочем, по их информации, дом все равно планирует освободить от жильцов. Для новых обитателей, тоже подведомственных. Иван Воронин, Юрий Лебедев, Радио Свобода, Москва.